Здравствуйте, Денис. Добрый день. На этой неделе отметили 200 лет со дня рождения легендарного морского офицера, адмирала Геннадия Невельского. Почему мы должны говорить об этом человеке и почему мы должны помнить эту дату? Дело в том, что для всей истории Российского Дальнего Востока имя Геннадия Ивановича Невельского является знаковым. Дело в том, что именно этот человек произвел те географические открытия, благодаря которым удалось начать освоение Дальнего Востока и при Амуре, в частности, в середине 19 века. Дело в том, и об этом знают сейчас не очень многие люди, но вплоть до 1849 года считали, что остров Сахалин островом не является, а является полуостровом. А река Амур не впадает в Тихий океан, а его лиман теряется в песках и прохода в океан просто нет. Естественно, что при таком варианте каких-то стратегических выгод от занятия Амура, Нижнего Амура практически Россия бы не имела. И, конечно, без открытия Невельского вся та эпопея, которая началась с первым Амурским сплавом, Муравьево-Амурского, конечно же, не состоялась бы. И можно даже сказать более жестко, если бы не Геннадий Иванович Невельской, если бы не его соратники, не те люди, которые ему способствовали в Петербурге, сейчас нас бы здесь с вами не было. Но еще даже Антон Павлович Чехов вспоминал о нем и отзывался очень лестно. Что можно сказать о личности этого человека и, может быть, даже о его краткую биографию можно вспомнить? — Геннадий Иванович Невельской очень сильно выделялся среди всех деятелей военных и политических того времени. Связано это было с тем, что он был крайне уверен в себе, уверен в том, что он лично прав. И эта его уверенность базировалась не на чем-либо, не на собственном тщеславии или мнении великих людей, а в первую очередь на знаниях. Еще будучи кадетом в морском кадетском корпусе в Петербурге, а это учебное заведение в 20-30-е годы XIX века возглавлял знаменитый русский путешественник, адмирал Курзенштерн, Невельской увлекся именно амурским вопросом. Он с детства считал, что неужто мне не достанется ничего, неужто я ничего не смогу открыть на Земле, неужто таких мест просто на планете не осталось. И именно амур, проблема острова Сахалин, амурского лимана, стала для Геннадия Ивановича практически навязчивой идеей. Дело в том, что после окончания кадетского корпуса он долгое время служил одним из воспитателей великого князя Константина Николаевича. И уже тогда он задумал совершить на Дальний Восток путешествие именно с целью географических открытий. Но так получилось, что служба шла на Балтике и назначение на Тихий океан, на Дальний Восток он очень долго не получал. И только в 1848 году, когда ему уже было более 30 лет, он получает чин капитан-лейтенанта и появляется возможность отправиться на Дальний Восток. И здесь вот очень интересный и важный момент для понимания характера этого человека. У него была возможность стать капитаном фрегата Паллада и пойти на Дальний Восток в этом качестве. Но он выбирает совершенно другую должность командира транспорта Байкал, который только строился в тогдашнем Гельсинкфорсе. Сейчас это Хельсинки финский город. И можно сказать, что фактически он попросился на судно с понижением. Командовать фрегатом было куда более престижно, чем каким-то там небольшим транспортом. А Байкал был действительно очень небольшим кораблем. Экипаж был чуть более 50 человек, среди них несколько мастеровых. И, конечно, никакого престижа он не получил. А чем это было обусловлено такое решение? А дело вот в чем. Паллада шла с дипломатической миссией. И в Охотское море она заходить не собиралась. А транспорт Байкал должен был доставить провиант и другие ценные грузы в Петропавловск. И если бы Неверской пришел на Байкале на Дальний Восток в мае или в конце апреля, у него было время на исследование Амурского лимана. А если бы он пришел позже, естественно, времени не оставалось, поскольку срок навигации тогда был так же коротко, как и сейчас. Одним словом, мечта детства вела. Фактически, да. Этот человек был одержим вот этой самой идеей. И фактически на своем судне, на Байкале, он остановил по тому времени мировой рекорд. Дело в том, что до него только одному человеку удалось пройти от Кронштадта до Петропавловска быстрее, чем за 9 месяцев. Это был капитан Головин на более сильном корабле. А Неверской повторил это достижение, опоздал буквально на несколько дней. И это было очень большое достижение по тому времени. Фактически Неверской только подтвердил свою высокую квалификацию. И именно тогда, в 1849 году, несмотря на отсутствие правительственных инструкций, а это было практически преступление, он совершил свои знаменитые открытия, доказав, что Амур впадает в океан, его устье судоходно, а Сахалин является островом. А сколько времени в общей сложности он провел на Дальнем Востоке? В 1849 году несколько месяцев. А когда руководил Амурской экспедицией, примерно 6 с небольшим летом. И известен один печальный факт его биографии, что один из его детей здесь умер, да? Это была его дочь. Да, в 1851 году, перед тем, как отправиться на Дальний Восток, Кеннадий Иванович женился на Екатерине Ивановне Ельчениновой. И через год у них родился ребенок уже на Дальнем Востоке, на Амуре. Но, к сожалению, из-за больших проблем со снабжением, из-за отсутствия, скажем так, необходимых продуктов, из-за тяжелого климата, вот, к сожалению, его старшая дочь Екатерина умерла. Но ведь, смотрите, великий человек, благодаря которому, как Вы правильно заметили, собственно, мы здесь все и живем. А если вспомнить 50-е годы прошлого века, когда в Хабаровске был установлен памятник Геннадию Невельскому, его через какое-то время демонтировали для реставрации, очевидно, но потом почему-то на место не вернули. Как Вы думаете, почему так произошло? Ну, честно говоря, трудно сказать. Действительно, в 1996 году старый памятник Геннадию Ивановичу был снят, но почему-то в плоды нашего времени такого памятника не было поставлено. Хотя, насколько я знаю, вопрос об этом поднимался, но, увы, по независимым от нас причинам решить положительно вопрос с памятником Геннадия Ивановича не удалось до сегодняшнего времени. И, видимо, это все-таки прерогатива органов власти. Да, и на сегодняшний день нам о нем напоминает лишь набережная в городе Хабаровске, названная в честь его имени. Да, хотя и во Владивостоке был установлен памятник ему еще в конце 19 века. И существует город Невельск на Сахалине, и в том же Невельске, Николаевске, на Муре Южно-Сахалинске имеются памятники ему. Но почему-то Хабаровск был обойден. Может быть, это связано с тем, что вообще имя Невельскова, из-за того, что он пошел против правительства тогдашнего, он выступил против линии внешней политики, которая тогда Россия придерживалась. Фактически он совершил, как я уже отмечал, государственное преступление. Причем сделал это не один раз, а два раза. Ему не разрешали основывать город Николаевске, вообще военные посты в лимане Амура. Но он этим приказом пренебрег и основал множество русских постов, тогда, когда этого не разрешалось. И вся его биография после того, как он покинул Дальний Восток, к сожалению, не связана с какими-то значимыми событиями, открытиями. Фактически более 20 лет Геннадий Иванович, хотя и получил высший воинский чин русского флота, стал адмиралом, тем не менее важных постов он не занимал и более практически ничем не прославился. Но и тем не менее, чем занимался человек в последние годы своей жизни? Фактически он занимался сбором и обработкой той информации, которую он получил на Дальнем Востоке, что вылилось в конечном счете в издании монументального труда под названием «Подвиги русских морских офицеров на Крайнем Востоке России». К сожалению, первое издание этой книги Геннадий Иванович сам не увидел. Он умер в 1876 году, а книга вышла через год. Фактически его жена Екатерина Ивановна взяла на себя всю работу по изданию данной книги и фактически можно сказать, что у нее два автора. Екатерина Ивановна Невельская и Геннадий Иванович Невельской. А что-то известно о их потомках? Да, у них был сын Николай и три дочери. К сожалению, точно сказать о потомках по мужской линии Геннадия Ивановича я не могу. Но по женской линии его потомки проживают в России до наших дней. К сожалению, ничем значимым для страны они, увы, неизвестны. Спасибо вам огромное за интересную беседу. Спасибо за интервью. До свидания. До свидания. Всего хорошего.